Скандалом и оскорблениями. Так закончилась встреча съемочной группы российского режиссера Станислава Говорухина с украинцами в спокойном Таллине. Будет ли продолжение, знает Дмитрий Еловский. Станислав Говорухин в последнее время успешно совмещает режиссерскую деятельность с политической карьерой в России. Он был доверенным лицом президента Путина во время последней предвыборной кампании, попал в Госдуму, но при этом все-таки продолжает снимать фильмы. Его право властная ориентация, конечно, не вызывает никаких сомнений. Когда в начале марта Говорухин подписал письмо деятелю культуры в поддержку действий Кремля в Украине, никто даже не удивился. Но инцидент, который произошел недавно в Таллине, совсем не напоминает политическую борьбу, скорее дворовую драку. Как рассказала украинка Валентина Бардакова, она со своим супругом шла по улице города и увидела на одной из летних террас ресторана съемочную группу российского режиссера. Когда она подошла к кинематографистам, представилась и спросила, зачем Говорухин написал письмо в поддержку аннексии Крыма. Сам режиссер тогда промолчал, а вот его коллеги начали ругаться и спорить. О подробностях ссоры в своем фейсбуке написал украинский пианист Павел Гинтов. Аргументы, которые использовали российские киношники, не отличались изобретательностью. Фашисты, ничтожество, как вы смеете представить гению, Крым всегда был русским, ну и так далее. А дальше началось. Один из сопровождающих, Станислава Говорухина, в котором Валентина Бардакова позже узнала актера Федора Добронравова. Схватил ее супруга за горло, двое других повалили схваченного на землю и стали избивать. Бардакова попыталась мешаться, но ей сломали палец. На место тут же приехала полиция и забрала несколько человек в участок. Впрочем, сам Говорухин говорит обратное, конечно, как это не покажется странным. Он сказал, что к ним начали приставать с лозунгами, цитирую, «Крым шмым». Потом пришел официант и выгнал украинцев. Ну, кстати, по его версии, это даже были не украинцы, а американцы, почему-то с украинским флагом. Оперативно прокомментировать ситуацию в эстонской полиции нам не смогли. В стране сегодня государственный праздник. Возможно, правоохранители просто хотят избежать такого громкого скандала с исковооставленным гостем из России. Дмитрий Иловский, Олег Немидомский. Подробности. Московское бюро телеканала «Интер».